Друзья, всем привет! Доброе утро! Вы на канале Мотосанчо. Сегодня суббота, 23 мая и на часах половина девятого утра. Для того, кто ложится в три часа ночи, это очень рано. Очень. Но проснулся я не сам по себе, а по телефонному звонку. Мне звонил мой знакомый Паша, который занимается печатью. Не так давно ведь у нас закончились стикеры и я заказал новую партию в тысячу штук. И вот сегодня ночью Паша всю ночь провел на работе и тысячу штук нам отпечатал. Сейчас выгоняю в Голдвинг, съездим, встретимся с Павлом и все эти стикеры заберем. Ох, не майская нынче погода у нас. Совсем не майская. По ощущениям где-то плюс 10 тепла, серо, пасмурно. Вот-вот пойдет дождь. Включаем подогрев сидения на троечку и подогрев ручек руля на двоечку. Голдвинг комфортный мотоцикл. К водителю дружелюбен и умеет создать ему условия. Утро субботы. Машин практически нет. Пустые дороги. Голдвинг комфортный мотоцикл. К водителю дружелюбен и умеет создать ему условия. А вот и место встречи. Мы с Пашей договорились на этом супермаркете в 9 часов утра. Ну что, я на месте. Паши еще нет. На телефонные звонки он не отвечает. И у меня есть предположение, что он по пути сюда просто заснул в транспорте после бессонной ночи. Что делать? Не знаю. Подождем. Думаю, в магазине по-любому должны делать кофе. Или кофейный аппарат где-нибудь есть. Пиво. Нет, пиво это не то. Не, а сон. Оп. А вот и кофе. Чашечку. Чуть не забыл. Доброе утро. Кофе Американо. Ну вот. Время убили. Немножко развлеклись. Можно еще разок Паше позвонить. Прошло полчаса. Для полного счастья еще и мелкий моросящий дождь пошел. Паша по-прежнему не отвечает. И я вот думаю, а что толку я здесь стою? Только время теряю. Найдется, сам наберет. Куда-нибудь еще подъеду. Еще где-нибудь встретимся. А в целом, конечно, неприятно, когда люди могут себе позволить вот так запросто тратить твое время. Ладно, свое. Своего не жалко. А вот чужое надо ценить. Ладно, поехали домой. А на обратном пути я влетел под классный холодный весенний дождик. Отличный повод помыть лобовое стекло от налипших на него мошек. А знаете, что самое прикольное? Что стоило мне заехать во двор, как мне позвонил Паша. Позвонил и сказал, что он просто на работе замотался и звонков моих не слышал. На что я ему предложил на этот раз уже встретиться у меня. Ну, не прямо у меня, а пускай хотя бы на вокзал подъедет. Я туда сейчас пешком прогуляюсь. Я ведь к нему уже ездил, да и второй раз под дождем кататься по городу я уже не хочу. Будем считать, что эта прогулка была у меня вместо утреннего душа. Очень бодрит в выходной день ранним утром встать и покататься на мотоцикле под дождем. А сейчас пешком иду на вокзал. Ох уж это моя пунктуальность. Я уже 5 минут как на месте, Паши еще нет. Но в конечном итоге все у нас получилось. Тысяча стикеров, такая достаточно увесистая скрутка. Наверное, килограмма 4 весит. Все это цельными большими листами. Все их надо будет еще порезать на отдельные квадратики. Но это уже дело техники. Танюшку попрошу, пускай сделает. Ну а сейчас отправляюсь домой. Можно позавтракать, а можно лечь еще доспать. Да, вот идея насчет доспать была замечательная. Просто отличная. Ну а сейчас можно немного и поработать. Я продолжу заниматься тем, что начал еще вчера. То есть перемещать покрашенные железяки из мастерской и закреплять их на мотоцикле. У нас есть еще много креплений, различных багажников. Вот этим и займемся. В итоге сегодня Урал обзавелся 20-литровой канистрой для топлива. Вот она. Большим багажником, который закрывает колесо запаски. И 10-литровой канистрой для воды. Это наш походный водопровод. Все установлено через резиновые... Нет, вру. Через термоэластопластовые амортизирующие прокладки на новый качественный крепеж. Ну и хватит, пожалуй, на сегодня работы. Пойду уже отдыхать. Но видео на этом мы не заканчиваем, а продолжим его завтра. Тем более, что на этот день у меня уже есть интересный план. Завтра в 8 утра... Опять придется рано вставать. Так вот, завтра в 8 утра за мной заедет на машине Андрей, с которым вместе мы отправимся в город Жлобин, чтобы там посмотреть Днепр, который Андрей планирует себе приобрести. Я думаю, это будет достаточно интересно. Так что до завтра. А вот уже и новый день. Доброе утро! Сегодня воскресенье. На улице еще по-утреннему свежо, но чувствуется, что погода налаживается. Светит солнышко, небо чистое. И кажется, я зря беру с собой куртку. Ну, ничего, пускай будет на всякий случай. На часах без 15.08, и я нахожусь в ожидании. Вот-вот должен подъехать Андрей. Слышу, кто-то подъехал. Машинка тарахтела. Доброе утро! Ничего себе, какой Ситроен! Ты хочешь его сразу и забрать? Посмотрим. Ну да, лучше не загадывать. Получится. Классная шаланда. Да, пойдем посмотрим, как он валит. Обменный экземпляр. То есть ты его хочешь на обмен. Скутер на Днепр. Да, если получится. Прикольно. Сколько здесь кубов? 150. 150 кубовый скутер 2014 года выпуска. По сути, китаец. Аналог, как я понял, какой-то Хонды. То есть, ну, в принципе, китайцы там... Ну, китайцы все аналоги чего-то. Да, в принципе, это не исключение. Появился вариант более-менее адекватный. Хочу съездить, проверить, что за он. Возможно, что-то и получится. Ну, посмотрим. Слушай, мне машина нравится. Такая. И вроде небольшая. Смотришь вот так со стороны. Вроде легковушка. А вместимость, ого-го. Классно. Ну что, погнали тогда? Поехали. Поехали. Выбрались из города. И нам 90 километров по трассе в сторону Минска. Город Жлобин. А вот уже и жлобин. Переезжаем. Реку Днепр. О, какой здесь Днепр узенький. И это еще, можно сказать, вода высокая. Мы решили заехать выпить по чашечке кофе. Ведь, как говорят, всякое большое дело начинается с маленького перекура. Ну, раз мы не курим, будем делать перерив. Подозрительно мало людей на стоянке. Может, магазин не работает? Позавтракали, забили маршрут в навигатор. И едем смотреть Днепр. Мы куда-то приехали, но никак не можем найти место. Да, да, с правой стороны остановка, налево заезд на предприятие. У 25А у меня не имеется. Какая-то промышленная зона, и нас, хозяин Днепра, все вводит с одного адреса на другой. Куда-то. Хорошо, понял. Поезжайте туда, где дрова колют. А нас тут самих не наколют сейчас. Ну, что-то я уже как-то... Выпьете на улицу, да? Конечно. Сейчас надо... Только, пацаны, он тяжелый. Да ничего страшного. Еще. Не, поможем. Погоди. Да кто-то меня откроет, там бруски стоят. Мне откроют. Надо сюда выкатывать. Давай через... Ну что, вот такой красный дракон. Ред Барон. Красный Барон. Днепр. Поставили сейчас аккумулятор. Накинули. В принципе, все работает. Свет есть. Поворотники работают. Из проблем... Из проблем... Обломан болт распредвала. Бегунок, видите, не держится. И стоит 12-ти вольтовая совековская катушка. Я сейчас проверил. На одной стороне есть искра. На второй стороне искры нет. То есть, либо высоковольтник проблемный, либо катушка пробита. В целом же, что можно сказать? Сделано достаточно интересно. Рама переварена. Изменен угол вилки выноса. Смотрится вилка необычно. Перья живые. И мне кажется, они длиннее. Вполне возможно, что перья новодельные. Точили их под эту вилку специально. Либо сама вилка от чего-то другого. Двигатель, коробка. Выглядит все достаточно аккуратно. Потеков масла нет. Но неудивительно. Мотоцикл стоял, не работал. Заглушен привод спидометра. Сам спидометр стоит. Какой-то китайский. Я так понял, что что-то на него все-таки приходит. Где-то, возможно, датчик спрятали на каком-то колесе. Интересные жгуты. Какую эту проводку собирал. Смотрите, сколько разных проводов. Разноцветных. Вазовская релюшка. Я бы поставил ту, которую со светодиодиками. Чтобы видно было, что зарядка есть. Кофры из прессованной кожи. Китайские амортизаторы. Подтекающий маслом редуктор. Глушитель КМЗ. Слушайте, оригинал. Я думал, кто-то тут заварил. Что-то накрутил. Но нет, оригинал. Заднее крыло занизили. Вроде бэггер. Колеса подспущены. Но, в целом, цена мотоцикла 1000 долларов. Ну, либо на обмен, ребята, договариваются. Вполне, вполне интересно. Я Андрюх посмотрел. Там номера бьются с рамой. Единственное, что он стоит на учете, как с коляской. То есть... Это же хорошо, можно прицепиться. Ну, уже нет. Уже все кулаки, все кулаки уже обрезаны. Повязка есть у вас? Да. Но все равно медленно-медленно. Все дураков снимали. Нет, конечно, отпустили. Одну технику посмотрели. Теперь перешли к китайскому скутеру. Есть чуть-чуть такое отделение. Давай, чудесом. Что нам мешает сделать? Ты там главное попади. Стой, что потиху отпускать. Рули. Можно было его руками снять. Ага. Да. Ну, конечно, не красный барон. Ну, можно написать красный барон. Ну, тоже ж красный. Бордовый. Бордовый барон. Или банда бордовых написать. Как у нас здесь. Все, что это на ветер. Часики. Сокси. Вров. Ну, интересно. Давай, тебе тоже что-то. Давай. Покажи, как надо ездить. Так, а тут, братцы, есть еще второй мотик. Надеюсь, что-то будет видно. Это уже Урал. Уже Урал. Днепровская коробка. Оковская катушка. Рама переварена. Интересно. Китайские амортизаторы с пневмоподкачкой. Бак. Интересно, сколько здесь слоев шпаклевки. Но, видно, люди работали. Старались. Аверс и колесо спит на 80, наверное, если не больше. Дисковые тормоза. А ничего, интересный аппарат. Вполне себе. Его тоже продают. Сколько по цене он у вас стоит? Тысяча, да? Как прекрасный. Тысяча долларов. Везде можно найти общий язык. Вот так. Что это за крышка такая самодельная? Интересно. А он Урал по документам или нет? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Если в Ураловске нету, там документы должны быть. Ну, там только техпаспорт советского образца и страховка. Ну, это кто-то взял старый мотик под восстановление. Заднее колесико. Ну, это днепровское в стандарте. КМЗ. Шестнадцатое колесо спит на самодельной ступице. Класс. Мечта кастомайзера. О, а это Андрюха из Днепра натекла. Ничего страшного, зайдем назад. Да. Эта техника умеет, стоя просто на месте, метить под собой территорию. Вот такие у нас получились смотрины. Мы уже выезжаем из Жлобина. Сейчас едем, обсуждаем, что видели. На мой взгляд, проект достаточно был неплохой. Кстати, что один, что второй. И работали над ними люди определенно способные. Потому что рамы сварены красиво, проводка хорошо проложена. Потом уже эти мотоциклы немножко подколхозили. Немножко они пообтерлись, пообтрепались. Но, в принципе, приложив к ним руки, можно получить надежную, хорошую вещь. Так что я Андрею все-таки рекомендую, что, наверное, да, мы вроде как сейчас еще думаем. И нам еще надо позвонить ребятам, сказать, что же мы решили. Меняемся или не меняемся. Ну, вот чисто моя позиция. Скутер на мотоцикл, да, я бы менял. В скутере есть свои плюсы, да. Маленький расход, удобно. В багажник, автомат. Сел в ручку газа, раз, и поехал, куда тебе надо, по городу перемещаться. Но мотоцикл это ведь совсем другое. Это ведь для души. Вот. Ну и мы взяли обратный курс. Едем на Гомель. Кучевые облака появляются над дорогой. И потеплело. Кажется, что лето пришло. Может быть, даже сегодня выберусь на мотоцикле куда-нибудь прокатиться. Хотя у нас сегодня еще стрим. Ну, посмотрим. Ребята, зацените звук. Булькает, как Урал. Буль-буль-буль-буль-буль. Это мы заскочили на заправочку. Еще по чашечке кофе выпили. Заодно посмотрели. Citroёn Jump. И, ребята, оказывается, прикольная машина. Я прям задумался, может, такую себе завести для работы. Как альтернатива Mercedes. Машинка поменьше, но и менее прожорливая. И, вроде как, покрепче. Вас приветствует радиорегистратор. В общем, у кого есть данные о долговременном использовании Citroёn Jump'e, либо аналогов Peugeot, я думаю, тоже что-то похожее делает. Пишите, делитесь отзывами. Ну, а вот уже и въезжаем мы в город Гомель. Меняется погода на глазах, но тепло. Закончилось наше путешествие. Андрей поехал. Я думаю, забрать мотоцикл он справится вполне и без меня. Ну, а если потом потребуется какая-то помощь в ремонте, в настройке или в его запуске, вот тут уже я ему и помогу. Ну, вот и закончился этот день. Стрим состоялся. Два с половиной часа мы с вами общались, а потом отправились с Танюшкой выгуливать собаку. Гуляли здесь по району, по тихим улочкам, а вокруг нас на велике катался сын. Осваивает новую двухколесную технику. День получился очень долгим и очень насыщенным. И, главное, моя мечта на данный момент – завалиться спать. Так что на этом заканчиваем. Всем спасибо, друзья. Всем счастливо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok